Всем привет, друзья! Вы на канале SkyTopGames и это пятая часть прохождения игрушки под названием Prehistoric Kingdom. Ура! Ура! Я говорю это не зря, потому что буквально позавчера вышло обновление, так называемое под номером шестым, в котором нам добавили абсолютно новое существо под названием Парацеротерий. И, собственно, что это за существо, сегодня мы увидим и на стриме, кто смотрел и слушал внимательно. Я говорил, что мы в данном ролике добавим Тарвозавра и Мамонта, но немножко подумав, а почему бы нам не добавить в этом ролике в связи с обновлением Парацеротерия в наш парк, а также Мамонта. Да, собственно, я думаю, что вы не будете ругаться и, кстати говоря, да, не забывайте прямо сейчас поставить пальчик вверх и подписаться на канал, кто не подписан, и нажать лайк, чтобы не пропускать наши новые видео по строительству и расширению парка SkyTopGames. Да, итак, добро пожаловать в наш парк. Посмотрите, кстати, с этим обновлением они исправили баги, которые, знаете, помните, наши животные выбегали из клеток, путешествовали по всей карте, непонятно, как они это делали, я сам до сих пор не понимаю, но сейчас все животные мои находятся в вольерах, чувствуют себя очень достаточно прекрасно. Кстати говоря, помните, огромные очереди в парке, да, это тоже баг, и его исправили. Посетителей достаточно много, сейчас 750, но перед началом записи ролика в парке было 1100 человек, вы не поверите. Кстати, они добавили еще в игру ящики для пожертвований. Я скажу, что это очень достаточно хорошая фишка для игры, дабы это нам будет приносить хорошие финансы, дополнительные финансы. Да, смотрите, бородатый чувак подошел и закинул нам уже, наверное, баксов 100, может 200, может 300. Но, по крайней мере, с финансами у нас все хорошо, в сутки мы получаем где-то около 70-80 тысяч долларов, это прекрасно, даже больше. Ну, короче, с финансами я, честно скажу, не парюсь. Так, пробежимся еще по парку по-нашему, я почитал ваши комментарии. Да, кстати говоря, ребятки, ссылочка в описании на замечательную группу ВКонтакте под названием Prehistoric Kingdom. Да, кто не подписан, тот сами знаете кто. Если что, я в этой группе состою. Самая актуальная информация касаемо Prehistoric Kingdom, обновлений и всего прочего только в этой группе. Так, я расширил свой парк. Мне, кстати говоря, админ Prehistoric Kingdom посоветовал сделать при входе, знаете, такое, наверное, как правильно сказать, местность, наверное, для развлечений. То есть, смотрите, объясняю на пальцах. Я построил еще один вход. Я думал, что второй вход не будет работать, но он работает, оказывается. Да, это круто. У нас больше посетителей. И я здесь сделал такую зону отдыха. Короче говоря, здесь построил рестораны различные, кафешки, парки, да, где наши туристы могут спокойно посидеть, отдохнуть, подумать о своем поведении и все прочее. И так, 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 поставил несколько статуй. Кстати говоря, это нам еще больше дает смотрибленность нашего парка. То есть, наш парк стал в разы красивее и лучше. Да, и не забывайте о доске почета. Доска почета сразу оговорюсь. То есть, тот, кто оставит под этим видео самый, наверное, лучший комментарий, какой-то оригинальный или еще что-то, попадет на нашу доску почета. Каждый ролик, каждый стрим на доску почета, это наш зал славы нашего парка, будут попадать два подписчика, да. Короче говоря, это, ребята, с прошлого стрима, да. Так, что я хотел сказать еще. Я изучил, давайте покажу сразу. Так, заходим в наше меню, посмотрите, насколько у нас комфортабелен наш парк. Питание, туалеты, покупки, развлечения, обучения, проживания, все прекрасно, все на сотку, это не может не радовать. Так, раскопки, собственно, процеротерия я уже изучил. Так, раскопки, исследования. Я изучил заборы прочности У4. Конструкции, технологии я изучил современную тему, да, собственно, которая нам дает открытие новых магазинов, кафешек, ресторанов. Так, далее. Ящики для пожертвования у нас пока маленькие, я не буду пока исследовать средние или большие. По безопасности мы прошлись, по биологии, по биологии. Я изучил питомник номер 3, потому что процеротерии достаточно очень огромные животные, большие, наземные млекопитающие. По оценкам они весили где-то от 15 до 20 тонн и высотой достигали 20, по-моему, нет, 8 метров в длину. Так, ну что же, короче говоря, давайте сейчас сразу же пройдем в меню, в меню, стойте, раскопки, исследования, нет, 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 стойте, нет. Давайте пройдем в инкубатор, в инкубатор. Итак, наш инкубатор доступ. Вот он, парацеротерий. Да, посмотрите, какое большое массивное животное. Собственно, можно грубо сказать, что это дальний родственник того же Диплодока. Громадное просто животное. Минимальный размер вольера 12 тысяч квадратных метров. Выведем мы, наверное, самку и самца. Я создам обязательно два вида. К сожалению, пока что в данном обновлении у нас доступен лишь один вид. Какой-то лентитцелл. Пишите в комментариях, что это обозначает. Буду рад почитать их. Лес 65%. Воды, в принципе, не сильно любят водные какие-то различные биомы. Так, и наши, конечно же, мамонты. Мамонтов мы сегодня тоже выведем. Небольшое семейство самку-самца. Растительные биомы. Бореальный биом. Это, по-моему, что-то новое. Насколько я, наверное, понимаю, аж 5 звезд даст рейтинга для нашего парка. Так, подождите. Я забыл посмотреть. Я забыл посмотреть. 16 тысяч. 16 тысяч. И парацератерии 12 тысяч. Что же делать-то? Давайте, короче говоря, сейчас я построю вольер. И построю инкубатор большой. И тогда уже включусь. Увидите наше новое семейство. Давайте посмотрим. Посмотрим-с. Посмотрите, какой огромный вольер для парацератерий. И достаточно немаленький вольер для наших мамонтов. Да. Собственно, взгляните. Огромный инкубатор. Небольшое семейство парацератериев готово. И мамонты тоже. Я расставил информационные таблички, но включим мы их немножко позже. Давайте выпускать наших животных. Кстати, вольеры я даже где-то немножко преувеличил. Так что свобода действия для наших новых животных вполне будет куда больше, чем они могли себе представить. Итак, парацератерия. Интересные и забавные имена. Грюфан и Клашни. Самец и самочка. А красом, в принципе, отличаются. Самочка более светлее, как мне кажется. И рост у нее чуть меньше, чем у самца. Какие же прекрасные эти животные. Обратите только внимание на них. Величественные. Величественные. Большие парацератери. Чем-то напоминают лошадей, как по мне. Я бы сейчас сказал, они трутся друг об друга. Но нет, они просто прошли сквозь друг друга. Но мне кажется, они рады, что они поселились в нашем парке. Именно в нашем парке Skytop Games. Так, что же парацератерия. Давайте сразу настроим, включим информационные таблички. А потом уже, потом уже мы сделаем им биомы. Настроим, вернее, их биомы нужны. Растительность, воду. Все, что они предпочитают. Прямо на самый высокий уровень. Так, гостей сейчас, в принципе, должно у нас прибавиться. Что-то за ночь. За ночь, пока я обустраивал, строил вольеры. Построил я также еще два новых трансформатора. Потому что у нас на электричестве. На электричестве, на острове. Что-то какие-то начались проблемы. В связи с новыми постройками. Которые очень достаточно требуют большое энергопотребление. Так, ну что же. Пара цератерий готовы. Я, наверное, думаю, что нужно выпускать и наших мамонтов. Я не понимаю, почему у меня пропала надпись Mamontus. Mamontus я здесь писал, да? Так, ну что же. Слаты разведения. Выпускаем наше семейство мамонтов. Поехали. Отлично. Мне это нравится. Посмотрите, какие они тоже величественные, красивые. Какие у них огромные бивня. Мне бы очень хотелось бы услышать их крик. Вот только скажи, что ты бы никогда бы не хотел сейчас после одного лишь взгляда на них хотя бы раз в жизни дотронуться до мамонта. До живого мамонта. Нереально классно. Я думаю, что, наверное, в дальнейшем я все-таки буду увеличивать эти семейства. Возможно, я добавлю еще одну самку и самца. Так. Пара цератерий у нас пока отдыхают. Они спят, да. В принципе, по заборам, по заборам для данных животных все прекрасно. Они не должны выйти. Я думаю, они не должны сбежать в будущем с новыми обновлениями. Так. Ну что же. Давайте посмотрим по их благополучию. 68. Вольеры 35. Здоровье 100. Это прекрасно. Экспозиция на самой прямо-таки высоте. Итак, про питание. Нам нужны сразу же кормушки, естественно. Так. Кормушки. Давайте разместим одну с овощами, а другую с фруктами. Также сделаем, наверное, и для мамонтов овощи. Ну, скорее всего, мамонты предпочитают какие-нибудь замороженные фрукты. Так. Про питание. Здесь почему-то обогащение среды. Да, блок замороженных фруктов. Совершенно верно. Я так и думал. Пару блоков замороженных фруктов. А теперь давайте посмотрим пара царатерий. Так. Про питание. Голод. Жажда. Обогащение. Нет. В принципе, им достаточно двух кормушек с овощами и фруктами. Так. Фрукты. Наполним. Качество. Вот жалко, что качество пищи пока нельзя менять в данной игре. Так бы я поставил для этих животных самое, наверное, высокое качество пищи. Итак. Среда. Пара царатерий. Давайте. Давайте будем смотреть. Экспозиция. Требования к вольеру. Да. Как вы видите, размер 12 тысяч. 12 тысяч квадратных метров требуется для данных животных. У нас аж 17 тысяч. Прекрасно подойдет для будущего семейства, для нового семейства. Так. Загоны. По-моему, нет. Это не здесь уход за животными. Я хотел сразу же поставить гнезда навозного жука, чтобы нам постоянно не чистить их вольеры от фекалий животных. Я думаю, будет вот это самое раз. Навозного жука, наверное, нам надо будет еще заказать с вами. Хотя, вроде бы, я смотрел. Они даже в избытке. В переизбытке. Так. Далее. Модули. Модули для таких больших величественных животных. Мне кажется, вот это вот здание... Хотя нет. Наверное, даже не это. Вот в такой вольер, в принципе, пара цератерий достаточно легко зайдет. Давайте поставим. Не знаю, пригодится ли такое здание для наших мамонтов. Что-то более меньше, наверное. Вот такое жилище. Давайте посмотрим сначала на пара цератерий. Что у нас с пара цератериями? Проверим. Жилище. Экспозиция вольер 35. Но это пока ничего не значит, потому что у нас, собственно... О, вы слышали этот прекрасный крик мамонта? Да, это ничего не значит, пока мы еще не сделали нужные биомы. Так. Значит. Достаточно лесистые тропические леса нужны для пара цератерий. Даже в изобилии бы где-нибудь я поставил. Можно раскидать на всей местности, на всей площади. Либо по краям. Кстати говоря. Кстати говоря. Для таких больших животных, наверное, знаете, потребуется, что... Еще одна достаточно очень интересная кормушка, которую я вам сейчас покажу. Итак. Огромная площадь просто растительности нужна. Естественно. Такие животные должны срывать листья с каких-нибудь больших деревьев. Так. Пока, наверное, я ускорю чуть-чуть время. Пар цератерий надо рассматривать где-нибудь днем. Да, утром. Правильно. Кустарники в изобилии. Даже можно... Можно даже чуть выше. Объем, плотность. Чуть плотность увеличим. Вот так. Прекрасно. Отлично. Я думаю, вот это самое топчик. Это самое топ. Теперь приступим к воде. Так. Глубина. Мне бы, конечно, надо что-то поменьше. Почему она мне не выставляется? Так. Средняя. Бурная. Спокойная вода. Спокойная вода. Почему такая огромная глубина? В чем проблема? Так. А, вот. У меня здесь не выставлена глубина. Чуть поменьше. Им не надо много воды. Животные. Пар цератерии достаточно. Не любят воду. А больше любят какие-то болотистые различные... О, простите. Лесистые места. Да. Вот такое огромное озеро. Пруд. Прекрасно. Ну что же. Природа 100%. Я думаю, что здесь даже больше мудрить не надо ничего. Песок. Давайте добавим песка. Дабы это у нас смотрелось даже лучше, как-то красивее. Прямо ощущали мы этот весь водный биом. Вы видели? Он мылся. Он только что мылся. Он залез в наш водоем. Один из пара церей. И принимал ванны. Ха-ха-ха. Здорово. Так. Ну, собственно, я думаю, что вот этого достаточно. Итак. В принципе. В принципе. У нас полностью готов биом для пар цератерия. Это хорошо осознавать. Я хочу полюбоваться им. Величественное большое животное. Мне кажется, это самое лучшее животное, которое сейчас у меня есть в парке. Ого. Так. Уход за животными. Кормушки. Мне кажется, что... Такая кормушка, в принципе, подойдет для нашего пара цератерия. Ну что же. Давайте поставим одну из них здесь где-нибудь. Разместим рядом... ...с самыми главными. Вот так. Надо было посмотреть, но... Ладно. Что же. Вольер для пара цератерия готов. Так. У нас какие-то некоторые проблемы технические. Угу. Надо не забывать про остальных животных, которые у нас есть в парке. Отлично. Так-с. Ну что ж. В принципе, давайте теперь вернемся к нашим мамонтам. К нашим... Не более... Не менее, я бы даже сказал, важным животным. Итак. Лес. Вода. Ага. Ну что же. Давайте. Бореальный биом. Бореальные биомы. Ну что ж. Давайте. Приступим. Ох. Экспозиция даже на 100... Почти на 100%. Я думаю, что эту местность надо будет... Закидать, наверное, снегом. Все-таки эти животные, наверное, обитали в те времена, когда был великий какой-то ледниковый период на планете Земля. Добавим воду. Да, им, смотрите, всего лишь надо чуть-чуть и не больше. Классно. Так. Про питание. Что по пропитанию? Что-то они неохотно пока у нас питаются. Я не знаю, нужна ли им кормушка с овощами. Простите, с фруктами. Но давайте поставим две кормушки просто с овощами. Они вообще едят? Немножко пока не понимаю. Так. Далее. Давайте вернемся к нашим биомам. Снег. И накидаем, наверное, снега. Чуть больше. Вот так. Размер больше. Вот так это будет полностью выделяться биом мамонтов. Сейчас посмотрим на обогащение среды. Отлично. Я думаю, этого, наверное, нам достаточно. Так. Ну, в принципе, в принципе, даже все очень даже хорошо. Единственное, нужно... Не хватает немножко экспозиции. Размер 14. Но вот это вот, кстати, размер может влиять. Всего лишь 2000 каких-то квадратных метров, которых может не хватать. Может очень влиять на вольер. Да. Ну, а так, природа на высоте, и нам нужно жилище. Ну, ладно. С этим, если что, я могу, в принципе, даже сейчас, наверное, разобраться. Так. Какой дом им нужен? Я думаю, что вот такое строение подойдет для ухода за животными. И, в принципе, где животные будут отдыхать. Давайте посмотрим, почему бы нет. Разместим. Вольер. 56%. Но, мне кажется, что-то изменилось. Ого, вы слышали этот прекрасный крик? Так, у нас опять какая-то кормушка, блин, не наполнена. Что ж такое? Отлично. Рейтинг, рейтинг пополз вверх. Почти 3,5 звезды, хотя нам обещали аж 5 целых звезд. Туристы пока неохотно сюда идут. Они, в принципе, совершенно, наверное, не знают, что здесь происходит, что за животные здесь содержатся. Поэтому, также у нас есть здесь информационные таблички, которые нужно включить. Мамонт. Прекрасно. Вот так. Можно сделать так. Так. Далее. Далее. Что напоследок, наверное, я хотел бы сделать, касаемо наших туристов. Собственно, наверное, мы разместим бинокли. Я вот здесь вот провел дороги. Мы разместим бинокли, с помощью которых туристы будут наблюдать на наших животных. Это, знаете, для тех, у кого со зрением очень плохо. Ну и, в принципе, я скажу, что, конечно, площадь такая огромная, что разглядеть на таком расстоянии где-нибудь мамонта, который засел в центре вольера, достаточно тяжело. Так, ну и, наверное, наша пара циротерия. Вот так. Примерно так. Ну что ж, хорошо. Отлично для наблюдения. И, что самое главное я хотел, давайте промотаем до дня. Вот такая платформа есть. Также для наблюдения. Можно разместить ее где-нибудь даже вот тут, я думаю. Сейчас проведем, конечно же, дорогу. Так, у нас проблемы с электричеством. Но все решаемо. Для меня, в принципе, нет никаких абсолютно проблем. Поставить еще один. Еще одну ветряную турбину, да. Кстати, я не знаю, как сюда будут приходить туристы. Давайте проведем дорожки. Я надеюсь, они не настолько глупые и смогут сюда с легкостью, в принципе, пройти. Как они будут забираться? Мне кажется, они должны прыгать. Вот так, знаете, запрыгивать, короче, подниматься. Ну, короче говоря, вот так оставим. Прекрасно. Два новых вида. Совершенно два новых вида. Абсолютно. Пара цератерий. И мамонты. Да, посмотрите, они едят с этих кормушек. Увидели, да? Или мне показалось? Нет, мне показалось. Нет, мне не показалось. Он явно сорвал отсюда листву и съел ее. Ну, я надеялся на твой крик. Ты просто вздохнул. Ну, что же. В общем, друзья, я думаю, что в данной серии мы, наш парк, доказали еще раз то, что наш парк стал одним из самых интересных в прихисторике Кингдом. И мы только будем дальше развивать его. Пишите комментарии. Самый человек, который подписчик, напишет самый оригинальный комментарий. Два подписчика, которые напишут самый оригинальный комментарий, попадут на нашу аллею славы. Короче говоря, нашего парка SkyTopGames. Ну и, собственно, подписывайся на канал, ставь пальчик вверх, все дела. Там колокольчик, да. Чтобы не пропускать новые ролики, прохождение и стримы по прихисторике Кингдом. И не только. А также вступай в группу ВКонтакте Прихисторик Кингдом. Ссылочка в описании. Всем до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok